Мир вам, Игнатий Тихонович, дорогой. Да. Вы меня слышите? Очень хорошо. Перезвоню. Игнатий Тихонович, дорогой, слышите меня? Слышу. Мир вам. Да, с миром. Пользуюсь вашим, ну как бы, вето о том, что могу позвонить, вот когда хочу, ну в пределах разумного. И вот без напоминания звоню вам, поделиться вам, рассказать буквально, есть у вас минут 15 времени? Так, сразу спрашиваю, вы не против, что у нас все записывается и выставляется в интернет? Как хотите, как хотите. Все, я слушаю, говорите. Да, мне все равно. Значит, еще раз говорю, пользуясь вот этим вашим разрешением, звоню вам, не запланировано, но пришло вот время такое, знаете, вот рассказать вам, потому что вы как духовное лицо хоть как-то поймете. Суть дела такова. Вы же знаете, что я был в госпитале. Помните, я звонил и звонил в госпитале. Мы учились о вас все время. Да, спасибо Господь. И я вас благодарил, вы же помните, как благодарил и говорил вам, что, ну не стал вам рассказывать всего то, что произошло. А произошло очень, ну такое, знаете, ну очень важное в жизни, а именно, ну все люди ходят лечить зубы, вот. И я не, как вам сказать, ну не выняток по-украински, да. И пошел лечить я зубы, Игнатий Тихонович. До этого лечил я постоянно, ничего у меня никогда не было. И вот, знаете, как Бог мне говорил о том, что, давайте сделаем вам укол, врач мне говорит. Я говорю, сделайте мне, пожалуйста, пробу. Да, мы же вам делали всегда, что вы там. Ну, думаю, да, ладно. Ну, и она мне сделала пробу, вернее, укол. Называется ленкомицин, это антибиотик. Ну, буквально через полторы минуты у меня начали чесаться руки, как-то ноги. Я говорю, врачу, так и так, мне вот как-то так. Да не может быть. Сходите в аптеку, купите такие лекарства. А аптека там буквально, ну, метров тридцать, может сорок. Ну, и я начал идти и вышел уже вот из больницы на пороге. Ну, почувствовал, знаете, такое почувствовал. Ну, это трудно даже передать, знаете, трудно передать. Что я почувствовал, меня начало душить. Ну, я ринулся быстрее, значит, туда опять в больницу, забежал к главному врачу и говорю, что я умираю. Я почувствовал, что я умираю. Они зашевелились там. Ну, вы бы видели, что происходило, конечно. И кричали только, не падайте, потому что мы вас не поднимем. И брызгали на меня водой. Никто больше ничего не делал. Потому что, когда произошло это все, то есть люди, знаете, готовятся, тренируются. А когда происходит все, паника и ничего. И я вот смотрю, понимаете, я чувствую, что вот я полностью умираю. То есть меня душит это. Сначала обуярил меня страх. Понимаете, это страшное дело умирать от удушья. Вот. И я им кричу, что я умираю. Помогите уже, знаете, хрипеть. Я вам вот после разговора вышлю фотографию. Это уже потом прошло сколько, я не знаю, наверное. Ой, наверное, недели три после этого. Ну и примерно скоро. Ну и короче. Значит, я вижу, что я умираю. Чувствую это все. И я уже, знаете, сдался просто. Вот смотрю на них, они бегают все. Что-то суетятся. А толку же никакого. И стал, понимаете, вот все стало, знаете, безразличное такое. Я смотрю на них, что же вы делаете? Вы в больнице. Думаю об этом. Думаю, господи, вот все. Пришел мой конец. Ну, это страшное, конечно, ощущение. Ну, тем не менее, видимо, Бог еще решил дать мне какое-то время для чего-то, я уже не знаю. Вот. Там, видно, люди были, которые меня знают, позвонили в исполком. Ну, в общем, скорая приехала через 4 минуты. Хороший врач, который сделал адреналин. И я стал приходить в себя. Вот. Ну, потом в больницу у меня там, в капельнице, туда-сюда. Но на следующий день опять началось то же самое. То есть, уже повышение давления. А давление было 60-0. То есть, ну, есть малый круг движения крови, вы знаете, а есть большой. То есть, давление сердца не работало, остановило сердце. Все. Ну, на следующий день у меня там проблемы. Ну, я как инвалид войны, как афганец, меня направили в Святогорск. Есть такой город, там, где Лавра наша, Святогорская госпиталь. И благодаря, конечно, госпиталю, 40 капельниц там, я лежал месяц там, потом вот это же в Киеве. И, как врач мне сказал, что у вас произошел внутри атомный взрыв. Атомный взрыв. То есть, это организм как перестроился, как это все произошло, понимаете. То есть, ну, это ж... Я потом неделю не мог говорить, потому что у меня все было пухло. А это были такие и внутренние органы, точно такие. Но я к чему это все говорю, Игнатий Тихонович? Во-первых, я еще раз пользуюсь случаем, хочу поблагодарить вас. Ну, это ваши молитвы. И вы как духовное лицо, я хочу вам рассказать, потому что вот наше сообщество, которое есть, ну, которое существует, вот вы там читаете, они вот пишут, 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 и они... Я вот ни к никому не могу обратиться, как к вам, и рассказать вот свою, так сказать, беду, понимаете. И тут я вот вспоминаю слова экклезиаста. Кстати, экклезия это по-гречески, да, это выступающий в качестве, ну, в качестве проповедника на собрании, который говорит, что это суета, и томление духа, и все это суета. То есть, в мгновение ока человек, ну, все, нет. Знаете, и одно дело читать, говорить где-то, а одно дело пропустить через себя, понимаете. Мало того, там вот есть послание, первое послание Петра, не помню какая, что он говорит, жизнь, плод человеческая это трава, и вот она, и цвет, цвет, да, значит, то есть засохла трава, и все, цвет опал, все, до свидания. Вот так со мной было. Ну, к чему я-то вам все рассказываю, что я почувствовал вот дома, ну, дома как-то все вроде как сполошились, да. Ну, все это так прошло, знаете, вот, как бы незамеченно. Ну, было, да и было. Ну, и ладно. Ну, живой, да живой. Допустим, звоню Игнатову Сергею, вот так и так, он говорит, ой, это так плохо, а так, вот как бы, ну, и ладно. То есть, понимаете, я не почувствовал, вот, как от вас, никакой любви. Вот этой любви, то есть, не той, а Агапия, вы знаете, что это такое, той жертвенной любви. Даже в ваших словах это было, что вы, мы молимся, никто это не сказал, ни один. И вот, что хочу вам сказать, вот, наш сообщество, чат, да, вроде бы изучаем, вроде бы люди духовные. Сейчас я дверь открою, подождите, там стущатся, минуту. Хорошо. Батюшка пришел, брат, отец Аким, протоиерей. Спасибо, Господи, отца Аким. Да, сейчас он подойдет, сегодня он был с митрополитом, с нашим. Слава Богу, слава Богу, вы же знаете, что у нас на Украине происходит, да? Конечно, мы регулярно следим и молимся об этом. Да, дьявол зашел, зашел дьявол к нам, все, в церковь ходить нельзя, Инатий Тихонович, все, нет, нельзя ходить в церковь. Так как старцы говорили, что скоро нельзя будет ходить в церковь, куда же ходить, вы представляете, что творится? Раскольники пришли. Да. Так я могу продолжать, или подождем отца Акима? Нет, говорите, он подойдет. Да. Мир вам, отец Аким. Это вы редко возьми, ближе, садись рядышком. Да, вот делюсь с Игнатием Тихоновичем своими впечатлениями о... Смотри, чтоб тебя видно было, подвинься рядом, вот. Да, да, я вижу вас, отец Аким. Делюсь с Игнатием Тихоновичем о том, что, ну, можно сказать, побывал на том свете, и вот совсем недавно. Ну, я рассказал, как сделали укол, лечил зубы, всего-навсего. Игнатий Тихонович даже напильником точил зубы когда-то, там ролик есть у него, и нормально. Сделали укол, да, и вот, называется, анафилактический шок, коллапс был. Я хочу специально, вот, Игнатий Тихоновичу потом вышлю, вот, там, ну, есть такой документ, просто, и фотографию мою, как я выглядел. Ну, дело не в этом. Я хочу рассказать о том, что, как и привел слова Акклезиаста, насколько я понял, что все это суета-сует и томление духа, и все это суета. То есть, заканчивается в один момент все, ничего не нужно, понимаете? Ну, самое главное, самое главное, то, что не с кем, некому рассказать, некому поделиться, знаете, некому даже вот как-то получить какое-то утешение, утешение. У меня книга есть интересная, очень интересная, помощник и утешитель православных, я ее, кстати, только считаю. А это должны делать священники. Ну, я обращаюсь к Агнатий Тихоновичу, вы меня не знаете, отец Якин, конечно. Мы живем далеко, я на Украине живу, кстати, рассказываю о том, что зашел сатана к нам в церковь, в церковь нельзя ходить, все, закончилось. Вот как быть? Вот это только, чтобы позвонить, может быть. Так что хочу сказать о том, что вот наш, сообщество наше, вот мы встречаемся, изучаем священное писание, а вы знаете, не чувствуется в этой любви жертвенной. Один Игнатий Тихонович сказал, ну, волимся за вас был, ну, хоть как-то сказал, я почувствовал в его, в его словах какую-то, ну, знаете, заботу, какую-то вот, ну, я знаю, какую-то вот, может быть, ой. Ну, короче, человек хоть как-то волновался, всем все-все-все равно, то есть полнейшая прострация, понимаете. Это так страшно, и вот я ему хотел, пользуясь случаем, выразить благодарность еще раз, низкий поклон ему. Да, хотя он и не знал, я ему этого не рассказывал, не знаю, вот он почувствовал, может, как-то, хотя я так, ну, многим рассказал об этом. Борис, это записано в нашем списке, мы каждое утром вас поминали здесь. Да, Господи, Игнатий Тихонович. Как будто в палате был, у меня такое представление развитое, я как будто в палату захожу с вами. И вот вы знаете, даже вот то, что я, может, там немножко чем-то был не согласен с вами, да, и как-то вот, может быть, какие-то были у меня там, ну, противоречия. А вот сейчас вот, когда произошло это все, и вот слышу ваши слова, видя вас, и вот вы, сколько прошло времени, а вы все помните, ни один человек, вот, вот сейчас вот возьмите в это сообщество, они там сидят целыми днями. Такое впечатление, они ничем не занимаются, понимаете? Пишут, 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 ну, знаете, там надо сито, сито и сеять, сеять, сеять и сеять, понимаете? Вот сейчас возьми туда, обратись, то я, ну, не думаю, что кто-то там как-то среагирует. И молю Бога, чтобы вы жили еще, ну, минимум до 100 лет, потому что, потому что вот с вашим уходом все, все закончится. Это большая, большая беда надо будет, Господи, помоги ему, да. Понимаете, потому что все это вот, пока вот есть этот кремень, камень, да, ну, это Инатий Тихонович. Борис Семенович. Да, вот это вот все еще, все еще держится, слава тебе, Господи. И вот это хотелось мне сегодня с вами, вам это высказать, да, ну, пользуясь случаем, чтобы вы мне сказали, звони в любое время. Понимаете, я так жалею вот за свою прожитую жизнь. Отец у меня 21-го года, да, воевал там, ну, главный стоматолог города Артемовска, уважаемый человек, говорил, надо служить, надо, знаете, работать, работать и работать, то есть на мир, на мир. И, знаете, я так как-то все это впитал, думал, да, надо, я, ну, знаете, в то время было, мне сейчас 67 лет, сказалось, ведь я не послужу в армии, да, все, я не тот, не полноценный человек. За меня никто, никакая девочка на меня не посмотрит, я никогда не женюсь, а это было страшнее смерти, понимаете, настолько надо быть тупым, а. Да, и я думал, господи, помоги мне, а ты просил, кстати, вот, чтобы только в армию мне пойти, а там хоть и умирать. Понимаете, насколько было, вот, впиталась эта сатанинская мысль, ну, и вот отслужил, пошел дальше работать, прослужил в органах МВД. А вот теперь, когда надо собирать камни, да, слава тебе, Господи, что я, ну, коснулся Господь меня, я понял, что и как. Хотя, вы понимаете, еще раз хочу сказать вам, Игнатий Тихонович, отец Яким, вот я встречаю своих сослуживцев, вы понимаете, я провел столько времени с ними, но мне нечем с ними говорить. И я, как я начинаю, что-то о Боге говорить, да, они говорят, ты сумасшедший, ты сошел с ума, у тебя не все нормально с мозгами, понимаете. То есть, ты чувствуешь себя изгоем, а в Украине сейчас же вы видите, что происходит, так то хоть как-то можно было ходить в храм, хотя меня, я не в обиду скажу, отец Яким, я там был священник у меня такой, отец Владимир, более-менее нормальный, да. Но меня всегда смущало, он занимался, у него такси было, и перевозки эти, машины грузовые. А я ему говорю, отец Владимир, а как вы, вот что, вы же вроде говорят, духовное лицо, я тогда многого не знал, но как-то уже в мысли думал, как это, как вы занимаетесь этим. Ответ такой получил, меня не может паства содержать, что мне делать, паства содержать. Хотя они 3-4 раза за службу ходят с этой, с подносом, выходят, понимаете. Вот теперь, смотря как у вас происходит это все, да, ну это диву даешься, конечно, это диву даешься. И понимаете, и вы, наверное, привыкли, и вам это как бы вот, то, что я рассказываю, наверное, вам тоже в диковинку, а мне в диковинку то, что я у вас вижу. Понимаете, а уже не говоря о том, что вот эта суета по храму, вот это хождение, не дай бог кто-то свечку другую приведет. Я, допустим, когда-то привез из этого, из Святогорской лавры. Отец Вякин, были вы в нашей Свято-Успенской, Святогорской лавре? Нет, не был. Был я в Почаевской, был в Киево-Печерке, в Киевской, а в Святогорской не был. Как-то мы проезжали и почему-то нет. Приглашаю вас, приглашаю вас. Почему? Потому что я вам оформлю все, все, все и везде и все. То есть, там у меня и настоятель. Она находится где, в какой области? Она находится в Донецкой области, да? Я в Луганской области был 4 года назад, мы туда агументарную помощь возили. В каком городе вы были? Антрацеп. Это недалеко от нас, это где-то 100 километров от нас, да. Это Луганская область, да. Казаки боевые нас там, не надо, встречали там, мы большую там, на машинах привозили там продукты. Я хорошо слышу от Заякина, я хорошо слышу. Да-да, это 100 километров. Значит, отец Заякин, ну что вам сказать? Я, конечно, бы очень рекомендовал вас побывать в этой святыне, необычайно. Кстати, Почайская лавра, я знаю, это... Понимаете, говорят, что она сейчас находится на той территории, где уже киевские, значит, власти, как бы ее оккупировали, войска. Она находится на той территории сегодня? Ну да, мы находимся на территории, которая почти в Украине, но, понимаете, пока все, слава богу, у нас нормально. Хотя я живу вот 25 километров от боевых действий. Но мы настолько привыкли. Видите, как у вас уже страх начинает вас обураживать, а вы не бойтесь ничего. Не страх, допустим, мы едем на машине, у меня своей машины нет. Я доезжаю до Тулы, там мой друг, мы 40 лет дружим, батюшка тоже. И мы с ним ездили в Крым, уже два раза ездили в Крым. А говорят люди, которые ездили на Украину, и говорят, если вы были в Крыму ездили, лучше, говорит, на Украину, говорит, не суйтесь. Иначе, говорит, вы оттуда, в лучшем случае пешком уйдете без машины. А в худшем, говорит, вас оставят надолго там, говорит. Раз вы были в Крыму, вы поддерживаете, что Крым российский? Конечно, он всегда был российский, я говорю. Ну все, лучше, говорит, не суйтесь туда. Ну это все, конечно, преувеличено сильно, понимаете. Кстати, у вас недавно был, вот примерно где-то недалеко от меня живет, это Сергей Игнатов. Он же недавно был. Был, был. Нормально все двигается, все. Ну он-то местный житель тот, там житель он, ихний. Вам сколько лет, скажите, пожалуйста? Мне 22 сентября 2019 года будет 75. 75, слава тебе, Господи. У вас даже борода еще не седает, так что вы еще долго будете жить. Отец каким. Значит, наше долбанное правительство издало приказ, что не упускать россиян, которым 16, от 16 до 60. Так что вы, милости просим, вы будете проходить ажбегом. Ну, конечно, есть там свои трудности, но вы понимаете, да, сейчас, мне кажется, начнут захватывать, захватывать святыни. Но пока нет, еще не захватили эти лавры-то еще пока? Нет, нет, пока не захватили, потому что вы сами знаете, вчера был собор только был, да, собор был, так называемый архиерейский, в кавычках, конечно, собор. Так, на соборе были епископы, которые к московскому патриархату относятся? Два, два епископа. Только два? Два епископа, да. Да, Дробинка, кстати, вы знаете, предатель, которого мало, он был при блаженнейшем Владимире, был келейником. Келейником. А второй был Винницкий, там, Симеон, два только, из 38 митрополитов. Два. Да, а все те не пошли. Ну, псалты же говорит, что блажен муд, который не ходит на совет нечестивых. Да. Так что, слава тебе, Господи, епископы наши, ну, московского патриархата, стойко, знаете, когда беда, сплотились, ну, из 38-ми, два, это ничто, правильно? Ну, да. Единственная боязнь, вот у меня, и я чувствую это, что, ну, вы знаете, вот куда теперь ходить церковь? Все, как предсказывали старцы, что все церковь скоро ходить. Знаете, если вы, значит, и есть, Вадимы, Духом Святым, то Дух подскажет, куда идти. Будете об этом молиться, будут друзья молиться, подскажут, куда. Без этого не оставят вас. Не надо. Вот же Дух у меня ведет, Игнатий Тихонович, ему пожаловаться, пожалиться, так сказать, по-русски. Кстати, я сам, я сам по своей натуре и душе, я русский, я родился в Красноярском крае, в Стоянский район, поселок Тугач. То есть, я хочу на Украине, но я русский, понимаете, я всеми фибрами души русский. Вот почему мне близко это все. Поэтому пока сильно не беспокойтесь, Господь не оставит. Только вы, чтобы не отошли, не отступили от Господа, а Господь не оставит никогда. Было такое время на Руси, когда нельзя было иметь Библию, там, это уже мы это захватили. В детстве-то наше прошло такое, что обязательно сто процентов пионерия. Во всей деревне нашей, только мы, Лапкины, были одни не пионеры. Потому что мать у нас была такая, за нас она, говорится, боролась, ей можно четырежды героиню дать, героя. Она ее там отберем, и она говорит, отбирайте, забирайте, вы будете за них пред Богом отвечать. А пока я, говорит, ни один не будет, и ни один не был. Один братишка был, говорит, мы снимемся, партийный, два часа. Был октябрен, приходит домой в первом классе, мама, ты знаешь, что я сейчас? А кто ты, сынок? Я октябренок, вот звездочка, а мать его за плечи, за двери, двери на крючок. Кто тебя принимал, иди, говорит, стой, живи там. А мне, говорит, не нужны здесь коммунисты в доме. Ну, он что, прибежал в школьный двор, где был учительский дом, забегает к учительнице, она тетрадки проверяет, звездочку я ей забросил, возьмите свою звездочку. Я говорю, хочу с мамкой, с братьями, со своими жить. Все, кончилась его партийность, один был у нас. Все. А другие были все пионеры. Да, я вас понимаю очень, я просто, я даже в гум не могу взять в это время, вот что вы рассказываете, это многие люди просто не знают. Вот из нашего сообщества, которое, ну, есть, вот, да, это люди просто, им трудно будет понять об этом, о том, чем вы говорите. Это такой подвиг, что, ну, я не знаю, какую вам надо медаль дать или какой орден. Это 50-е годы были. Еще. Да, да, я, это просто даже трудно представить, потому что я был, служил тогда в это время, нас заставляли на Пасху идти хватать людей там, кто ходит там, ну, мы брали, задерживали, вели в этот, в КПЗ, сидели там они, и мы считали это, ну, знаете, помните, дружинники были. Да, да, я в армии служил в 64-67 год, три года служил в армии, служил в Москве, и мне брат мой каждую неделю мне присылал письмо, и в письме открытка, с приклеенным еще листочком, на который был один псалом, написанный почерком, но мне эти письма, ну, остальное письмо не говорил, там, как или что, он посылал, и так, там, что, будь здоров, мир тебе, и дальше псалом, и там, и в священном писании что-нибудь, и с притчей, там, такое, там, из Евангелия, и был новый маленький завет у меня, но все письма проверяли, все до одного, там, там, собрали, замполиты проверяли, да, да, проверяли, все разрывали мои письма все, другие нет, и все, и однажды, это я уже полгода прослужил, была какая-то комиссия с округа, приехала, генерал-майор, помню, был, ну, и по политчасти, видать, и меня вызвали к политчасти, и он со мной часа полтора беседовал, где родился, как крестился, то есть, все, кто родители, там, каким, чем отец, чем мать занимается, она что занимается, отец на войне был, пришел, левой руки по самой плечу нету, глухой, контуженный был, но работал скотником в колхозе с одной рукой, понимаете, все это, сказал, и беседа закончилась тем, что он встал, пожал мне руку, что это, пацан-то еще был мне, и говорит, я желаю, чтобы вы через всю жизнь пронесли свои убеждения, и уехал, а это, говорит, дела уладятся, что Новый Завет у меня отобрали, Евангелие, и там, письма все проверяют, все, после этого письма проверять не стали, разрывать у меня, вызывает меня замполит, ну, он такой, они все добрые замполиты были, вот, а второй человек после командира части, части, скажем так, вот, и он говорит, что, знаете, эта книга дорогая, я говорю, она, ей цены нету, она очень дорогая, ее оценить невозможно, во, и я говорю, там у тебя могут украсить и взорвать, пускай она у меня будет, а тебе, когда нужно будет, когда свободное время, то приходи, у меня здесь в кабинете, будешь читать всегда, я всегда, я говорю, ну, я подумаю, ну, хорошо, ладно, а что противиться-то, все равно не выстоять, нет, ну, и все, как свободное время, я прихожу к замполиту, он мне дает, а стол длинный у него, я на другом конце стола сажусь и читаю, читаю, там, выписываю, что, вот, он говорит, я, мне надо пойти, там, ты час-полтора посидишь, еще я закрою, чтобы, я говорю, конечно, он меня закрывает в кабинете, я сижу там, и еще и подремлю, почитаю, прихожу, а в части какие-нибудь занятия, командир там роты, старшина, Лапкин, ты где был, почему познал? Я говорю, я у замполита был, а, ну, у замполита, это ничего. Это да, да, конечно, замполит. Вот так вот было, можно было, можно было в армию. Отец Вякин, так у вас была железобетонная поддержка, опять Игнатий Тихонович, да, железобетонная поддержка. Ну, если бы у меня, вы понимаете, вот даже сейчас, я сегодня встал, мне почему-то захотелось ему позвонить, не знаю почему, вот именно ему, хотя у нас есть священники, я думаю, нет, позвоню ему, тем более пользуюсь тем, что он мне разрешил, он обычно говорит о том, что нужно написать, ну, позвоню, вот не знаю почему, ну, это же Дух Святой же, это Бог, это Бог все делает, слава тебе, Господи, слава тебе. Вот, вы знаете, поговорил с вами сейчас, очень рад, что я отец Яким появился, что я с ним побеседовал лично, да. Поговорил с вами, и на душе легче, понимаете, несколько. Вы запомните только одно, и почаще повторяйте слова пророка Давида, Господи, не отверги меня от лица Твоего, и Духа Твоего, Святаго, не отыме от меня. И, если Дух Святой будет с вами, то покажет, куда вам идти, в какой храм, где молиться, и утвердит, верю вас. Слава Богу. Отец Яким, ну, я так думаю, что если он оставил меня в живых, если у меня давление было 60-0, 60-0, я Игнатию Тихоновичу сейчас вышлю, просто, не потому Игнатию Тихоновичу, что я там хочу каким-то образом, я ничего не хочу доказывать, просто, чтобы, вот вы посмотрите, там что, это клиническая смерть, да, значит, вот как-то он еще меня держит, может Игнатия Тихоновичу побеседовать, может как-то ему записать чем-то, помочь ему, ну, я знаю, я, конечно, жалею о том, что, я, конечно, боюсь к нему ехать, если честно, я хотел поехать, но боюсь, во-первых, у меня здоровье не такое, как у него, а у него жестко там все. А мне вы сказали, боишься, отец Аким, ехать на Украину, а мы с ним всю жизнь бы и не боимся, а вы боимся. Нет, отец Аким, вы тут немножко не правы, в чем? Игнатия Тихоновичу Бог дал здоровье великолепнейшее, слава Господу, он ему дал, да, у меня такого здоровья нет, потому что я в Афгане, во-первых, заболел, там же, знаете, в Афгане, там дизентерия, я испортил кишечник, это не так просто все, ну, это божья такая, не знаю, потом вот плюс, вот такие вот все дела, то есть со здоровьем, хотя занимался всю жизнь спортом, ну, безумствовал, конечно, боксом там и всем остальным, теперь мне страшно становится к этому, вот, кстати, наш Усик этот, не, ну, да, да, я, кажется, парень, кажется, как в песне ВС, неплохой, у меня хоть 130 килограмм, но я сейчас возьму штангу, вот, 130, 140, 150, и присяду с ней, и все такое, понимаете? Ну, Игнатия Тихоновичу, он сухой такой, он такие дела вытворяет, что я смотрю, мне просто, мне не хочется быть, мне не хочется быть Фроликом вторым, который стоит в шапочке вот той там, понимаете, а он его ищет там в зарослях, ну, не знаю, как этому, я Фроликову говорил, ты, говорю, сделай фильм о себе и расскажи, вот, кстати, Калинникову, как первый раз вы его выгнали, помните? Да, я даже не знал, что я вот ролик этого, Игнатия Тихоновича, называется «Блудодейная ересь», где Калинников стоит ногами там, это, перебирает, я даже не знал, что это «Блудодейная ересь», смотрю вот в храмах ногами перебираю, сразу вспоминаю его, понимаете? Я и Виталию Калинникову говорю, Виталий, ты сделай фильм о себе, расскажи твои чувства, как ты был, знаете, Тихонович, как он тебя вот там дрессировал, ну, грубо я говорю, не дрессировал, а, ну, как бы, вышкаливал тебя, расскажи, какие мысли у тебя были, как ты вот, покажи нам, а он забоялся, не сделал, не сделал этого, да, сделай такой фильм, покажи нам, вот как ты, может, злился на него, правду нам, покажи, вот, ты ж там был, Афроликов пишет, подписал свой сайт, я был потеряю, ну, и что же ты был там, ну, и выгнали тебя через три дня, Игнатия Тихонович, а я не хочу, я, хотя всеми фибрами души... Роман, три дня был, и он не хотел там работать, я устал вчера, я говорю, в это же день на Мотодорфе, все... Ну, я не знаю его, я не знаю... Не знаете, да? Так, Игнатия Тихонович, я постоянно позорослям там бегал и искал, а он прятался от него, понимаете, я ведь устал, мне отдохнуть надо. Это так, ну, не по-мужски, как-то так, знаете, ну, не хотелось бы мне быть в таком положении, а вот Свято-Успенскую, Свято-Горскую лавру я вас приглашаю. Вы, отец Вякин, вы будете настолько поражены всем, вот Почаевская лавра вам понравилась, это лавра, я не знаю, второй такой, наверное, нет вообще на Белом Свете. Вы с Агостиной? Был я там лет шесть назад, мы с Белоруссией, там, батюшка в Белоруссию еще вдруг возил с Белоруссией, мы там ездили. А Свято-Успенская, Свято-Горская лавра, она вся в горе, в горе, там, монахи были, рыли пещеры, и в горах, ну, это надо смотреть, короче. Но если у вас когда-то возникнет такое желание, это вы знаете, что у вас есть человек, который вам все обеспечит. Ладно, хорошо, не останавливайтесь, хорошо, я принимаю ваше приглашение, но не обещаю, как это, как Богу угодно будет. Как Бог управит, да, ну, вы ничего не бойтесь, потому что с нами Бог, да. Да, надеющийся на Господа, в притчах говорится, надеющийся на Господа, будет безопасен. Вы, Игнатий Тихович, оставьте свои координаты, адрес и телефон. Обязательно, я, для меня это будет почтением вас принять. Идите его, ему сюда. Тем более, тем более, это, отец Яким, у нас здесь в Артемовске-то бахмут, у нас делает всемирное, известное шампанское. У нас здесь под землей город, я вас проведу в такой город, под землей, ну, почти в аду побываем с вами. Но зато попьем это, зато попьем хорошего шампанского, Игнатия Тихоновича привезете, да, если побеспечить. Я в рот не беру. Он нас за это отлучит. Я никак не беру, никак. Игнатий Тихонович, а как же в Библии пишется, вино веселит сердце? А мне не надо, у меня все реми веселые от Духа Святого. Ну, чуть-чуть попробуйте, ничего страшного. Даже и в рот не беру. И в рот не беру. Борис Семенович, я хотел вот что рассказать. В советское время в наше было. Вот на работу не устроишься, меня нигде не могут устроить. Меня выгоняют, через 6 часов было. Трудовую в окно выбрасывают, уходи, баптист, отсюда. Ну, и случилось так, что вот он, мой брат, на 5 лет моложе меня, служил в Москве. И что-то у него стало духовно совсем. А уйти с работы нельзя, а я в Искитиме. Я сразу же помолился, инструмент собрал, бригадиру положил к ногам. Он, как так, да вы даже заявление подайте. Я говорю, все, до свидания, мне на поезд сегодня. Я приехал к нему в Москву, воинская часть. Пробрался в воинскую часть. И там жил у него, пока он на ноги не встал. Опять перелез и вернулся домой. Отец Экин, ну, я не знаю. У вас ангел-хранитель, вы же видите как-то. Да, понятно, почему вот так вот. Это, если бы у меня такое было, господи, по-моему. Ну, как-то вот не сошлось. Если бы какой-то геннадий. Я вообще, я еще раз говорю, и люди, которые будут смотреть, люди, вы просто не понимаете, о чем он говорит сейчас. Потому что... У нас так, что это то, что он, а он откуда получил? Мы главное получили от нашей матери. Первое, что она сделала, это страх Божий вложила. Евангелие не знали, мы не слыхали, что такое Евангелие. Мы знали Христос, ну, это Пасха. Ничего даже не знали, кто, зачем Христос приходил, что такое. Но мы знали, что этого делать нельзя, за это Бог накажет. Вот это мать в нас вложила твердо. Вот это мы знали. Это величайшее дело, мама. Когда попала Евангелие через брата, тогда уже у нас стала вера, скажем, евангельская. Так, а пока это мы жили на страхе Божьем. Мы знали, что... Знали, да, было как греху, к падению, но останавливались. А мама говорила, Бог за это накажет очень сильно. Нет, не буду я этого делать. Вот что главное. А сегодня, как так на страхе жить? Да наказывать нет ребенка. Целые диспыты устраивать. Наказывать нет детей. А у нас это не рассуждали. Провинился я, мне было 9 лет. Я, отец меня наказал один раз в жизни. Я по сей день это помню хорошо. И благодарен отцу, что он меня тогда наказал так, что не просто сейчас, как вспомню, так... Да, слава Богу, отец, отец Яким. Ну, видите как, а у меня такого не было, такой поддержки. Но я очень понимаю, я очень понимаю, как вы страдали, потому что это гонения страшные были при советской власти. Вот это что, Игнатий Тихонович говорит, я даю 100% из всех слушающих понимают это, ну, в глубине души своей. Не знаю, может, процентов 20. У меня просто дрожь идет, когда я слышу, он говорит в то время, я просто представляю то время, и сказать, что он верующий, там, баптист, там, он или православный. Неважно, это было, ну, вы должны помнить, выдавали желтый билет. Помните такой, желтый билет? Ну, у нас было, допустим, я когда служил, нам выдавали, увольняли по статье же, называлась дискредитация звания военнослужащего. Все, никуда не устроиться, как тебе Игнатий Тихонович говорит, хоть умри, никуда ты не устроиться. Все, желтый билет назывался, волчий билет выдавали. А это ж как жизнь, молодой, то да, Игнатий Тихонович был молодой, то есть все, жизнь закончилась, от тебя отвернутся люди все. А, кстати, вот я хотел спросить у вас, а были у вас люди, которые вас поддерживали, ну, кроме вас, братьев двоих. Да, ну, были люди, верующие, которые были, другие люди, были даже люди из православных, из старобрядцев, были ревнители тоже, такие, вот, имели мы общение и с баптистами имели общение, вот, когда на них в 60-х годах было какое гонение, их там сотнями, тысячами садили, вот, это 62-й год, 63-й год, было, были, да, люди, которые, мы имели общение, мы тогда в те годы собирали, допустим, сегодня люди говорят, что объявишь на счет, ой, да как это, что-то выделить что-то из своей зарплаты, мы получали 120-150 рублей, и бывало так, что мы половина зарплаты, а то и больше, отделяли, где-то узнали, что в Риге есть такое, там, группа, которая издает, Библии печатает, и мы собирали, и туда пересылали эти деньги, это баптисты делали, но мы знали, что Слово Божие, это семя, его нужно сеять, и мы это делали, вот, так вот было, я понял, отец Яким, а у меня вот к вам такой немножко вопрос, я не знаю, не обидится, Игнатий Тихонович, вы как православный священник, ну, и Игнатий Тихонович православный, вот он на тех занятиях сказал вот такие слова, что, вот, католики, если он будет у Ксенза, и он примет благословение, это правильно, вот это меня смущает, я честно говорю, вот, допустим, Игнатий Тихонович будет, зайдет в костел, у них священник Ксенс, и вот он примет его благословение, это, ну, как бы, вот, меня смутило это, не знаю, я прочел этих наших святых отов, то есть, как это будет, вот вы как священник, это так, мы в своей жизни, в христианской, мы должны руководствоваться не тем, кто-то сказал, а такая бабушка там сказала, или такой там батюшка сказал, вот, не этим, а что сказала, сказала Слово Божие, и что сказала, нам правила церковные, каноны, все, канонов нет такой, что пошел, благословился, и за это будут отлучения, а если он, помоль, будет вместе, молиться, и одобрять его там, учения, что это, заблудить, вот и все, но мы знаем, что католическая церковь, она имеет, как это выразить, херетонию, которая идет от апостолов, этого никто не отвергает, а то, что стали у них какие-то дальше там заблуждения, раскол был с православной церкви, восточной и западной, раскол это произошел из-за чего, Болгарию не поделили, кому Болгария, к востоку или к западу, из-за Болгарии рассорились, и разделилось, первое было деление, восточная и западная церковь, понимаете, поэтому католики, они имеют правильное священство, которое идет от этого, поэтому мы не можем отвергать, сегодня говорят, а вот у них там нет благодати, у нас некоторые сравнители, которые говорят, у московской патриархии нет благодати, все, и у нас такие есть, которые уходят из храма, где-то там ищут каких-то там катакомбных, будто бы это все, потому что нет благодати, а как это решили, что, благодати нету, на каких весах это вешали, какой суд это принимал, что нет, вот, это ничего страшного, он дает Божие благословения, он ему не свое еретическое благословение, это учение там преподал через это, а духовное, я считаю, тоже в этом нет ничего, да и за это никто не осудит, ни один церковный суд за это не осудит. А как встречается и патриарх, благословляется у Папа Франциска, и Алфеев, и которые там бывают, ни в чем, это не пахнет экуменизмом, нет? Экуменизм уже ищут его там, где нет, с миром полностью, говорится, спутались, это не считает экуменизмом, а Папа там поцеловался с Папой, ох, у нас некоторые даже монастыри там ушли, не стали монахи в монастырях, поминать патриарха, за что, а он с Папой повстречался, а то, что встречаются каждый день с грехом, с таким грехом, который там, говорить-то нельзя, это ничего, это не считается экуменизмом. экуменизм на бытовом уровне, утонули в этом, это лицемерие, а это не дружите с миром, не любите мир, а не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви отчей, любви нету, а теперь дружба с миром, есть вражда против Бога, Якова 4.4, а здесь зачем смотрят-то, и тут выискивают где-то у кого-то, а зачем смотреть-то, когда свою лесопилку растащить не можем. Сейчас задают вопрос, мне задают вопрос, а вот люди такие вот, допустим, баптисты страдали, есть мученик, которые замученные у них, в советское время, их просто мучили, вот, и мучили, как в первые века христианства, там, физически умирали они люди, как они будут, что они, неужели пойдут в ад, раз они и не истинны. Я говорю, а зачем тебе об этом думать? Судить будут не кто-то, а будет кто судить? Бог будет судить. Мы этого не знаем, ничего, какой будет. Это мы сегодня здесь делаем. А, если ты там не причащаешься, или ты не православный, то ты уже все, в аду будешь. Да не надо так никогда рассуждать. Ты знай свое, исполняй, заповеди Господни соблюдай, правила церковные старайся делать, а другого не суди, как он? Нам нужно поучиться, чему-то еще у тех, которые как любят, как ревнуют Бога. Есть такой у нас журнал, выходит, Душа называется. Вот. Он распространен по многим епархиям региона. И там маленькие такие, как бы, притчи там пишут, в конце там, или другие. Ну и вот, обращаются в христианство, видать, из сектантов. И задают батюшке вопрос. Батюшка, вот я когда был там, это, своей-то, общины, и вот мы, как братья, ну, поверить, собираемся, когда где-нибудь там, чай попить, то вот мы всегда там разговоры, говорим, брат, ты как понимаешь, вот это вот, место священного писания? О чем оно говорит? Другое делимся, говорит, между собой, вот это. Вот я стану православным, я буду иметь такую возможность? Батюшка говорит, наклоняется, нет, этого ты не будешь иметь. Жена его спрашивает, ну вот, мы утром вот стою, я когда там, мало что, во сне что-то приснится там, или я звоню сестрам, говорю, сестры, вот такое было вот сегодня, у меня как это, как вы думаете об этом? Вы читали сегодня священное писание? Да. Вы что читали? Вот это, а я вот это читала. Так вот как вот? Я когда буду православным, у меня это будет? Нет. Батюшка опять помотал, говорит, нет, этого у вас уже не будет. Так что? Мы, нам сегодня, говорят, они, кажется, проклятые, в огонь их вечная. Да Бог будет судить. А то, что я называюсь православным, да, у меня на груди может быть крест, там, золотой, да, такой, знаете, на килограмм весом, да, цепь золотая еще, вместо веревочки гайтана, то, что я, как писали, в Печерской монастыре, долго там спор шли, похоронили, совершенно постороннего человека, а он был авторитет. Вот. Это, сково-печерской. Да, сково-печерской. А почему? Похоронили его там, стали разбирать, судить, а он очень много туда вложил на восстановление, то есть, деньги, и он туда, вот. А там, будто бы, у них есть правило такое, что, о, крупного там, это мецената, то можно там хоронить. Несмотря на то, что он был такой, но он туда миллионы вбухал. Его похоронили там. То есть, сделать ли так, можешь, ты уже как бы там, уже тебе гарантия, нет такой гарантии? Я когда-то маленькую зарисовочку читал, есть книга, духовный, духовный цветник, духовный цветник. Так вот, там батюшка, вот такой вот, ну, из авторитетов, это, ну, это хулиганы, неизвестно, убили, может, там сколько человек, а думают, пришли в церковь, дали денег, и Бог их помилует. Ну, и приходили, и давали деньги. Так батюшка покупал на эти деньги дрова, и посреди, ну, чтобы не обидеть их как-то, покупал дрова и сжигал их посреди этого. Понимаете? То есть, такой, ну, такой выход нашел. Покупал дрова и сжигал их просто на территории церкови. Понимаете? Хотя это запрещено, конечно, брать. Отец Яким, разрешите еще маленький вопрос. Видите, как вот, вы говорите, нет Бога, Бог есть, слава Ему. Я мало того, что поговорил, с тем на эти тихо здесь. так еще и с вами, и о Кеме Бог подобил поговорить. Слава тебе, Боже. Отец Яким, скажите, пожалуйста, а вот, как вы относитесь к церковно-славянскому языку? Я хочу сказать, вот вам о чем, что сейчас, вот, с пришедшей этой властью, и с пришедшим к украинской церкви, московского патриархата, ведется служба у нас сейчас в некоторых храмах на украинском языке. Но это духовная порнография, понимаете? Это духовная порнография. Но вот как я думаю, я не займусь, я ошибаюсь. Вот мне кажется, церковно-славянский это Богом данный язык, именно духовный, церковно-славянский. Какое ваше мнение по этому поводу, отец Яким? А, допустим, англичанам, англии, англичане, они на английском служат, им этот язык кто дал? Ну, братья ж пришли, Мефодии, это, к англичанам не пришли, а к нам пришли. Ну, ладно, к нам пришли, но они вот сегодня в Америке живут православная зарубежная церковь. Они все-таки там как-то благовествуют, проповедуют. И есть приходы, которые полностью состоят из англоязычных, уже обращенных. Не русские потомки, а что им? Нужно учить славянский язык? Нет, у них полностью идет на английском языке. Теперь есть миссионеры, которые едут папуасам там, проповедуют, и обращаются они, папуасы. Им что нужно? Там тоже так же делать язык. Язык был дан тогда, когда на этом языке разговаривали. А вот московский митрополит Вениамин, Иннокентий Вениаминов, так он северного народа проповедовал, и какие там перечисляют, народности шесть. И он на все переводил Евангелие и Богослужение. Мы имеем общение здесь с библейской миссией, которая есть у нас в Сибири. Они занимаются переводом Библии, Нового Завета и Ветхого Завета на языки. Вот у нас же Алтай, есть такая народность алтайцы. Живут там они в горах, вот, и у них язык совсем отличается. И они серьезно занимаются этим переводом. Мы им немножко там помогали в этом деле, чтобы как это народность. Сегодня в наших, допустим, в наших храмах православных вот, мы в этом году, да, не в этом каждый год, большой собор, допустим, в Ростове, в Новочеркасске, бывали там мы. Заходим в храм, я стою, 40 лет в этом году будет мне, как я священнослужитель. Вот. Хотя я на славянском читал еще в детстве, дедушка учил там нас, знал немножко, понимать не понимал, но читать читал уже по-славянски. И идет богослужение в храме, прочитали апостольское чтение апостола. Я батюшку толкаю, ты понял, откуда, он говорит, я даже не догадался, откуда это читали. Евангелие вышел читать, протодиакон читает, голос такой, там люстра трясется под куполом от голоса его. Но Евангелие, мы уже Евангелие более как-то догадались. Так это мы догадались, а народ весь стоит. Что понял? Ничего не понял. Значит, напрасно, говорит, ты ходил в храме, и он затовался так. Если ты был, говорит, в храме, а ничему не научился, то ты напрасно порог церковный обтирал. А то, что поют песнопения, ермасы, катавасы, это даже сами поющие не понимают. И никто из батюшек не понимает. Да, да, да. Понимаете? Вывод какой, отец? Надо, так, пусть он славянский будет, но чтобы Слово Божие доходило до сердца, до сердец людей. Вот какой вывод. На каком вывод, чтобы понимали они. Ну, что мы понесем другим народам будем на этом, так, чтобы они не понимали. Ну, вот в этом плане я еще раз не буду, ну, восхваляю Игнатия Тихоновича, который в своих книгах, которые я читаю в электронном варианте, у него там есть о священстве. Вот они священники, священники виноваты. Вы извините, что я как священник вам говорю. Но Игнатий Тихонович там четко говорит об этом. Вот это для меня это бальзам, это священство виноватые, лютые волки, не просто волки взошли в церковь, а лютые волки. Вот Игнатий Тихонович об этом говорит. Это труд у него, это беззаговорочный, надо всем священникам изучать, надо им в этих, в семинариях, чтобы они четко изучали вот этот пост Игнатия Тихоновича о священстве. Понимаете? Это священники виноваты. Отец Яким, вы мне извините, конечно. Ну, а вот этому священнику вам надо было сказать, что цитату из Библии привести, что проклят всякий, делающий Господне дело небрежно. Надо было ему сказать тогда. Понял, что он не понял. Пророк Иеремия, 48 глава, 10 стих. В конечном, я вам скину материал о слове, о русском языке. Прямо тут, не уходите далеко. Поэтому славянский язык у нас, в наших общинах, мы так, мы это долго просили, священно начали, чтобы нам разрешили это. Под запретом были, чтобы три года не поминать про русский язык в храме. Мы выдержали это и потом стали. У нас сейчас на престоле у меня лежит и Евангелие на славянском языке и на русском. Приезжает служить, допустим, епископ. Два лежит. Я сразу, Владыка, пожалуйста, мы читаем у нас правила мы на русском, а вот на славянском. Мы не против языка, но чтобы было понятно, люди были и что прочитали Евангелие, они не знают даже. Зачем мы читали? Кому? А Евангелие, это слово Бог посылает народу. Так и что читают в алтаре задом к народу? Представь, это ладно маленький, а где большой храм? Речитативом. Речитативом там это. Я спрашиваю батюшку, было так. Я говорю, отец, ты читаешь пасхальное послание патриарха и епископа? Ну, а как же, обязательно. А рождественское тоже читаю. А ты как это послание читаешь? Задом к народу? Как это задом? Нет, лицом. Я говорю, значит, выходит, что? Послание архиерея ты читаешь лицом к народу. Значит, ты, как бы, благоговение, а послание Бога и апостола ты читаешь задом к народу. Где же, какая логика, как это? Ну, ты пойми. Да, действительно, как-то это... Некоторые, потом смотрю, лицом к народу, хотя на славянском, но все-таки к лицом к народу стали читать и апостола, и Евангелие. Видите, мы избрали золотой путь. Понимаете? Все библейское, синодального перевода 1876 года, псалтырное чтение, Евангелие, послание по Риме по-русски. Но если, допустим, псалтырные какие-то там 102-й псалм поется, мы поем по-царковнославянски, а остальное все служение на царковнославянском мы ничего не переводили, а только библейское на русском языке, синодальное издание. Мы не против языка, допустим, но бывает так, бывало библейское уже не так, что ветхозаветное чтение по Риме или апостольское какое-то бывает, и оно там составное называется. Что, допустим, читаешь там пять стихов из этой главы, там три стиха из другой главы, и там из четырех глав бывает, что там несколько составное. И очень там они успели там переносить. То мы по-славянски, я говорю, читайте, как есть в Мине и там, где уже по-славянски прочитали, потому что начинают искать, там потом перепутали, не то совсем там прочитали уже. Не против языка у нас идет, а чтобы было понятно народу. У меня Новый Завет, Евангелие на престоле, я заказал в Софрино, заплатил, мне заложили его в золоченый обложку, корочки золоченые сделали, как вот выходит. У нас, например, на аналои в каждом храме лежит Библия, тоже я так же купил Библию, отвез в Софрино, знаете, Софрино, предприятие в Москве, которое церковное. которое делает церковное. Они купили мне тоже его в металлический позолоченный этот, вот, оклад, вот, 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 ну у нас красиво, да, вот так вот у нас лежит и Библия, и это все, и приезжает епископ, берут его, и читают то, что у меня лежит на престоле. Я люблю Библию, я сделал себе и аналои, здесь посмотрите, видите, вот аналои у меня, вот Библия лежит. Да, Библия не просто, тут это вообще, это репринтное издание, тут такая, знаете, Библия, ну, репринтное издание 1802 года, да, вот она такая Библия, тут мой уголок, тут моя келья, все меня тут ругают, ой, зачем ты квартиру испоганил, а я, я очень люблю литературу, много денег потратил для литературы, если видно вам вот так. Ну да, видно, там голубая, красная, парочки. Слава Богу, что я сегодня позвонил вам, то есть, дух святой, Вадимы, я не просто когда-то позвонил, а сегодня позвонил. Я очень рад, отец святим, что я с вами побеседовал, с Игнатием Тихоновичем, вылил немножко, как говорится, свою беду, вы понимаете, я последнее хочу о чем сказать, дорогие братья Лапкины, я очень рад с вами, что я побеседовал, понимаете, я не вижу вот этой вот любви, где, где заповедовал Христос нам, возлюбите ближнего, как самого себя, а еще, ну это, ну заповедь, она уже, мне кажется, не очень действительно, он же сказал, любите ближнего, как я вас возлюбил, Христос сказал апостолам, то есть люди не любят друга, друг друга, они не понимают, что это, а любви, понимаете, любви можно говорить так, что Господь же не сказал, что ищите любви к себе, а ты люби другого, а что меня не любят, а этого нет, нигде, Господь говорит, ненавидеть будут, любить это все, говорит, восстанут родители на детей, дети на родителей восстанут, это, это истинно, это должно быть такое, чтобы у нас любовь не угасла Господу и ближнему, в этом всегда надо, Господи, возгрей во мне любовь к тебе, Господи, всем сердцем, чтобы любить тебя и ближнего своего, как самого себя. Совершенно верно, отец Иоаким, истину, истину глаголите, истину, еще раз, это Господня истина, рад, что это, рад, что вы, что я и с вами побеседовал, такая возможность предоставилась, понимаете, потому что сейчас такая какая-то печаль находит, вот от всего этого, что происходит в миру, что в Украине, здесь, знаете, хотя, хотя, знаете, она и в России, наверное, жизнь не очень хороша, если честно. с Господом везде хорошо, с Богом, с вами согласен, ну, знаете, и в тюрьме свобода с Богом, а без Бога и на свободе тюрьма. Совершенно с вами согласен, да, но это же, видите, как, у вас общение ежедневное, службы, люди, ваша община, а, кстати, у меня вопрос, вот вы говорите, община, как правильно, община или община, удаление, как надо делать правильно? Я даже как-то не задавался таким вопросом. Ага. Это, я не филолог, но это то, что есть там, от этого ничего не меняется. Ну, я понял, да. Ну, это такое у вас сибирское, маленько, маленько. Рамотно, я не могу ответить, не знаю. Я понял, ну, я слышу, что вы все говорите, община, община, а вообще-то, есть каждому слову этимология, община. Ну, ладно, это не столь важно. Я вас там не задерживаю. Да нет. Я сегодня, видите, я никогда в такие дни-то я не бываю. Я потому что в воскресенье отслужу и вечером уезжаю. Но меня пригласил батюшка один. Он служит, здесь у нас есть дивизия ракетных войск стратегического назначения. Ага. Это очень крупное военное соединение. Вот, там такие ракеты стоят, там новейшие, там, раньше там назывались там и Сатана, и Тополи, которые там могут отсюда там и до Америки долететь и прочее. Это очень серьезное здесь это. И он, там храм, он обслуживает, как бы, в это. Пригласил туда. У них сегодня 59 лет, как организовалась эта дивизия, была сделана. И вот, у него пригласил, там были парад у них, как это был, там, утром еще, до службы мы рано приехали. Вот, потом была в храме служба. У нас было 12 священников, там, гости еще, он кого приглашал, а митрополит служил, все это было. Вот, поэтому я сегодня только вечером, вот сейчас уже пойду на вокзал, поэтому я оказался сегодня здесь. Слава Богу, что вы оказались. Я еще раз говорю, рад, рад очень, что я встретился с Игорь Тихоновичем, как всегда, вовремя, с вами, отец Иаким. У вас уже шестой час, да, а у нас 12, 12, полдень, а у вас уже шестой час, да? Да. И вот там, когда, потом небольшая трапеза была, там батюшка собрал, так это, при храме там посидели и там, а у Украины зашел тоже разговор, немножко побеседовали. Действительно, серьезно. Наш митрополит, говорит, его опять в Москву там собирается, сенот, но говорит, то, что было, вот это, с Константополя, каждая епархия, митрополия, там вроде поддержали решение сенота, то, что не принять. И те, которые на Украине, епископы, епархии, Московской, тоже поддержали решение сенота, московского. Слава Богу! Но дальше, что будет, никто не знает, один Господь может. Может быть, может быть, что будут погибать там люди, а может и не быть. Хотя, слышал я там, есть такая передача у нас по, идет по телевизору, у меня нет телевизора, а радио, интересно радио, и волна первого канала телевизора. И я включу, когда, и там как бы новости, когда передают, вот это, только изображения нет. И там часто такая передача, время покажет. Там собираются политологи, там и с Украины есть, там и с Америки, там и наши, там вот они решают, что. Ну и было там, отдельное выражение, выступает президент, Паш Порошенко, и его говорит, он сказал, ничего этого не будет, это пугает, никаких захватов в храмах я не допущу, значит, все будет тихо, мирно. Они уже происходят, уже происходят, священников в СБУ вызывают, на допросы. Уже происходит это. Господи помилуй, что будет, вот это будет, вот это начало конца, Сатана пришел, это уже четко видно. Тут пришли сейчас националисты, националисты, вы просто не представляете, какие это люди, это страшные люди. Ну, будем уповать на Господа Бога. Я хочу поблагодарить, Енатий Тихонович уже устал, хочу поблагодарить за то, что вы выделили свое время драгоценное на меня. Спасибо вам большое, спасибо Христос вас. Слава Богу. Низкий поклон, Енатий Тихонович, за молитвы, отец Яким, и я рад нашему знакомству, еще раз дублирую, жду вас, я, Енатий Тихонович, сброшу все свои, все свои, эти, ну, адресы, и, ну, адрес, телефон, все свое, пожалуйста, милости просим, значит, поверьте, все будет у вас хорошо, и вы будете очень доволен. Да, ну, на этом все тогда, наверное, да? Спасибо Христос. Все. Да. Спасибо Христос. Благодарю вас. Всех благ вам. Сейчас скину я вам там, ловите материал. Все. Ловлю. Ловлю, и на пяти, всего доброго. Все хорошо. Продолжение следует.